Перевод Юлия Сергеевной Озвучил Ойра Ойра Специально для старых игр и мемов Это Шигаро Миамото Если в течение последних 30 лет вы когда-либо играли в видеоигры, вы скорее всего хорошо знакомы с его работами Донги Конг, Зельда, Старфокс и, конечно же, этот парень Во время создания игр Миамото всегда старается действовать не так, как другие дизайнеры Вот он в 98-м году объясняет, почему он не занимается онлайн-играми И почему он не добавляет небольшие внутриигровые покупки в Марио для айфона в 2016-м Все говорили, что я должен это сделать, но я не из тех людей, которым нравится, когда им указывают, как поступать Миамото помог определить множество аспектов, делающих игру отлично от других Так как ему это удается? Я считаю, что в игре в первую очередь должно быть чувство завершенности У вас должно возникнуть ощущение, что вы что-то сделали Тогда вы почувствуете удовлетворение от завершения чего-либо В 1981 году одним из первых заданий Миамото на Нинтендо было создание замены игры под названием Radarscope Она не имела успеха в Штатах, оставив компанию с 2000 мини-проданных автоматов И вот, что он придумал Миамото построил историю на основе любовного треугольника из Марика Папея Между плохим парнем, героем и дамой в беде Но после того, как Нинтендо не смогли обойти авторские права на этих персонажей Миамото заменил их Гориллой, Плотником и его подружкой Впоследствии Плотник стал водопроводчиком, а его имя менялось С Мистера Видео, на Джампмена и затем на Марио В честь этого парня, владельца склада Нинтендо, недалеко от Сиэтла Это один из первых случаев, когда сюжеты персонажей были продуманы до проектирования самой видеоигры Поначалу люди, делавшие видеоигры, были инженерами Они были программистами, разработчиками программного обеспечения Но я не был Я был дизайнером Я изучал промышленный дизайн Я был художником Я рисовал картинки И я думаю, это связано с моим поколением То, что люди, делающие игры, чаще оказывались дизайнерами, а не инженерами Это изменение в подходе к работе пришел ключевой момент для видеоигр Когда в 1981 году был выпущен Тонкий Гонг, рынок видеоигр в Северной Америке был на грани упадка Он был наводнен огромным количеством разнообразных консолей А бум среди персональных компьютеров заставил многих людей задуматься, зачем им нужно отдельное устройство только для видеоигр Но такие игры, как Супер Марио или Легенда о Зельте, в которые можно было играть только на платформе Нинтендо, позволили удержать их отдельно, как бестселлеры Когда я приступаю к дизайну моих игр, то, о чем мне приходится думать в первую очередь, это как я объясню ситуацию игрокам Как я сообщу им, что нужно делать В Марио вы двигаетесь вправо, пока не достигнете конечной цели В Дон Кью Гонг вы продолжаете подниматься наверх, чтобы освободить похищенную принцессу Многие из гениальных идей Мия Мота можно увидеть на первом уровне Супер Марио Это, наверное, самый знаковый уровень в истории видеоигр Он спроектирован так, чтобы легко обучить вас игровой механике во время игры Если вы посмотрите на эту схему, то заметите, что здесь проделана очень тонкая работа Несмотря на то, что Марио обычно расположен по центру экрана, в этой самой первой сцене он начинает свой путь с левого края Все это пустое пространство справа дает вам понять, куда идти Вид и движение этого персонажа намекают на то, что он опасен Но не беспокойтесь, если вы в него врежетесь, вы просто начнете игру сначала, без особых потерь Затем вы видите золотые блоки с вопросительными знаками Они сделаны так, чтобы заинтриговать вас, и после того, как вы допрыгнете до одного, вы будете вознаграждены Это поощряет вас допрыгнуть до второго блока, из которого появляется гриб Даже если вы его испугались, расположение первого препятствия гарантирует, что вы столкнетесь с грибом После чего Марио станет больше и сильнее Таким образом вы изучаете все основные правила игры, не прочитав ни слова Что еще? Последнее, это качество погружения в игру Возможность почувствовать себя частью этого мира Почувствовать, что ты стал героем, ты стал храбрым Даже если на самом деле ты плачешь Возможность погружения в игру во многом зависит от контроллеров Чем точнее управление персонажем, тем больше вы ощущаете себя частью истории И Нинтендо всегда были первопроходцами в области геймпадов Они были первыми, кто использовал классическое расположение кнопок направления слева и кнопок действия справа Первыми, кто добавил левые и правые триггеры Первыми, кто использовал аналоговый стик И первыми, кто ввел на массовый рынок управление движением Но в 2016 году, создавая Super Mario Run, Нинтендо впервые сделали игру для чужой платформы, а именно для айфона Со временем количество игроков в Super Mario уменьшилось Мы спросили себя, почему люди перестают играть в Марио В случае с людьми, которые играли в Марио раньше, но потом перестали Это зачастую потому, что управление стало слишком сложным Wii U провалился во время релиза в 2012 Продажи Нинтендо 3DS были намного ниже, чем у его предшественника Но количество американцев, играющих на мобильных телефонах, удвоилось и перевалилось за 164 миллиона за период между 2011 и 2015 годом Вы можете считать, что в Super Mario Run погружение в игру променяли на ее доступность Я думаю, конечный результат – это игра для всех От новичков до опытных геймеров Это и являлось своеобразной философией дизайна Миямута с самого начала Делать веселые игры, в которые могут играть все Остальное в наших руках Не забывай оставить свой отзыв касательно озвучки А также пиши в комментарии, если ты в детстве ходил в гости к своему другу, чтобы поиграть в Дензи Или если она до сих пор лежит у тебя на таче в коробке Ну и еще можешь оценить мой старый дубляж почти двухгодовалой давности Спасибо за просмотр Спасибо за просмотр